Когда с Одессы приезжают ребята, у охраны, по чем рыбалка, они говорят 10 гривен. Идет минута молчания, потом такой вопрос, это в час или как? Замешивать прикормку, забрасывать оснастку, снимать рыбу, может любой участник команды. Но от момента подсечки до окончания вываживания, пока рыба уже находится на берегу, проводит либо жена, либо ребенок. Это главное, основное правило нашего турнира. Судьи будут смотреть, если кто-то будет нарушать, будет первое предупреждение, а второе будет дисквалификация. Все же по-честному, потому что особенно обращаю внимание те, кто приехали только с детьми. Я понимаю, что это может быть сильно кощунственно, что если прицепится какой-то карп, и нужна будет поддержка отца, но может быть поддержка отца только с подсаком. Акерман! Будем менять ландшафт. Здесь находится все для Клевого. Всем хорошего улова. Ой, я готова. Такой рассвет красивый. Привет! Команда, куда кидать. Вы готовы побуждать? Конечно, всегда и везде. Все, договорились. Татьяна, доброе утро. Доброе утро. Так все-таки на поплавок или на фитер будете ловить при такой волне? Сейчас посмотрю, как карты лягут. Понял. Еще пока не поделились? Буду пробовать или так, или это. Сначала попробую, наверное, удочку, а если нет, тогда уже фитер. Доброе утро, друзья. Всем хорошего настроения. Все в идеале. Поставил удочку и погнали. Как вам так везет? Всегда по жизни везет, что у вас самое лучшее место? Нет, я вообще первый раз вот так попадаю. Но мне кажется, это даже лучше, чем я ожидал. То есть здесь сложности, и это мне нравится. Тем более семерочка – это наше число. Дотя, скажи, что семерка – наше число. Семерка. Все, будет все отлично. Где черви? Кто их вчера съел? Кто выпустил опарышек? Да. Я делаю закорм для рыбы, пока что, ну, чтобы мы могли приманить рыбу к нашей приманке. Тут идет конопля, чтобы рыба хорошо напиталась и потом еще хотела кушать. Криль для запаха, чтобы быстро сейчас она пришла. И вот сейчас добавляем горох, я вручную беру и их раздвигаю. То есть сейчас мы будем делать мелкую фракцию, где-то через два часика будем уже делать немножко больше. Когда мы уже закормимся, где-то мы уже будем начинать кормочки забывать, будем перец брать уже, замачивать. Доброе утро всем. Приехали второй раз уже поучаствовать в турнире. Первый раз у нас получилось неудачно, но неплохо. Четвертое место все-таки для Кирилла, я думаю, очень радостно было его занять. И приз зрительских симпатий он получил. Да, это точно. Сегодня детей уже побольше на этот раз на этом турнире. Так что ему повеселее будет. Я думаю, шансов теперь побольше. И будем надеяться на первое место. Мы после вчерашней тренировки приняли решение ловить уклейку. Поэтому, ну подсак мы приготовили для крупной рыбы. Будем ловить уклейку, поэтому спешить не будем, попьем кофе. И потом будем всех облавливать на уклейке. Кто жизнь познал, тот не спешит уже, да? Да. Ваше здоровье. Будьте здоровы. А у нас тут вкусняшки готовятся. Всякие. Вкусные, привкусные. Понял. Да. Все-таки йогурта добавил и вся рыба наша. Черник. Это секретный ингредиент. Секретные секреты? Да. Скорее всего будем на макушатник на коробах. А макуха какого вкуса? Я взял разного. Будем экспериментировать. Клубника, слива и обычная. Как вы решились вообще приехать на наш турнир? Надела дочку рыбачку и приехала. Что же делать? Расскажи, как тебя зовут? Аня. Анечка, ты приехала на рыбалку? Да. Ты будешь побеждать? Угу. Ну расскажи, как называется твоя команда? Комарики. Комарики? Ага. Если вы поймаете карпа, как ваша жена умеет вываживать рыбу? Нет. Как она будет его вываживать? Вот будет вываживать. Он сам ко мне выплывет. Он сам, да, должен по идее идти. Да, он сам, да. Сам ко мне прыгнет. Это же говорю, будет интересно очень и для нее, и для меня посмотреть вообще как. То есть я даже больше удовольствия получу вот это вот, когда она будет сталкиваться с тем, что он будет стартовать и она не будет знать, что делать. Получилось? Посмотрите. Восьмерка. Да. Мне Максим научилось. Обсуняли ее. Ну, а зачем? Чтобы не пережить. Не пережить. А большая петелька получилась? И чем затягивать? Кверк не поешь. Ура! 1-1, вы успеваете? Стараемся. Сейчас, в принципе, минут 10 и все будет. Готово. А, ну, хорошо. У тебя уже, как вы настоящие спортсмены, все инструменты есть. У меня вообще все есть. Ты самый счастливый человек, у тебя все есть. Да. Правда, завтрака еще нет. А, завтрака еще нет. Зато смотри, какая у тебя кепка и футболка. Е-мое. Мы готовим оснастку, а вы готовите завтрак, да? Да. Каждый занят своим делом. Волос. Обычная кормушка Потап, 100 грамм, поводок примерно сантиметров 20. И крючочек, да? Да, и крючочек. Шестой. С волосом? Нет, без волоса. Просто шестой номер Хаябутса. Как-то так. Я думаю, до метров 30. 30? А вот шары мы сделали 30 метров за гости. Посмотрим. Петля гарная или патерностер, как вы ее называете. Все, обычненько, простенько. Прямо я лежу на основной лесочке. Прикрепила сейчас, взял грузика побольшое. Ну, прикормиться немножко. Самое такое у меня есть. Сюда потом петелечка. Как говорится, петелька в петельку. Поводочек. И все, готово. Самая элементарная, самая простая сноточка для меня. Ну, кто-то инлайн любит. Я люблю патерностеры. А вы скучаете? Угу. Нет, ждем. А что ждете? Мужа. А где он делся? Не знаю. Вот будем сейчас ловить в первый раз в жизни. Жебакин. Привет. Моня! Ты китайский, почему ты не знаешь? Что будешь ловить? Что будешь ловить? Карпа. Карпа? Да. Их ты, елки-то. А карася? И карася. У нас нашествие. Нашествие спортсов. Это чего? Они гусеницы едят, да? Они гусениц едят, да. И нам, получается, скоро будет много денег. Смотри. И палатка вся помечена. Помечена. Ну, ничего, это к генгам. Это хорошо. Пока что все хорошо. Ветерок, правда, поднялся. Ну, настроение отличное. Все сидят в ожидании хорошего клева. И все. Все замечательно. Митя. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Супер! Таких бы побольше мероприятий. Папина школа! Очень сильно дует ветер с одной стороны, и там тяжело очень забросы делать. Ну, с этой стороны, видишь, как хорошо. Поэтому некоторые ловят прямо возле берега, прямо у себя вот так вот поднос кидают, и ловят вот такую вот мелюзгу, но с промежутком там 20-15 секунд. То есть они не прогадали? Да. То есть ловят, 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 вытаскивают, вытаскивают. А некоторые хотят поймать 10-килограммового карпа. И ждут. И сидят, ждут. Дубинят. Да, поэтому, как бы, у каждого своя тактика. А есть еще третий. Это те, которые ловят на фидер с тонким поводком, с маленьким крючком плотву. Вот как, например, Татьяна и Павел. И ловится, да? И ловится плотва, да, где-то через каждую минуту-полторы ловится. Какая она большая, маленькая. Вот смотри, сейчас покажу. Смотри. Оп, хорошая такая пластичка. А, ну вот такую плотву и ловят. Нет, нет, там ловят верховодку. Там ловят вообще мелкую. Вот такую. Да, вот такую, да. Ну, каждые 10-15 секунд, вытаскивают. Да, 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 да. Уже не знаю, сколько килограмм они наловили. Ну, будет интересно все. Будет очень интересно. Всем привет. Это Владимир Калиниченко, общественная организация «Рыбацкий край», которая нам предоставила, любезно предоставила, причал номер один для проведения этих наших соревнований. Все для клева. Владимир Калиниченко, большое-большое тебе спасибо за это. Всегда рады вам. Да, да, да. Скажи, пожалуйста, во-первых, вот сейчас ветер получается южный, да? Да. И получается со стороны... Море гонит воду. Море гонит воду, и получается вода более соленая. Ну, я не знаю, за день вряд ли она станет более соленой, но тут есть такая тенденция, что если ветер идет с моря, значит рыбалки нет. И наши рабочи уже об этом знают, они к этому привыкли. А если ветер идет с Днестра, наоборот, то рыбалка всегда есть. Почему-то вот оно так. Не знаю, может это действительно связано с тем, что ветер с Днестра, значит рыба идет крайне присоводная сюда и удавит. А с моря, наверное, наоборот, вот может быть... Выгоняет. А с моря выгоняет. Все равно она чувствует только соленость какую-то... Чуть-чуть даже... Однозначно. Малейшее волнение в сторону солености воды, она сразу уходит. Тут даже бывает такое, вот когда шторм, там, дней пять подряд идет, ветер идет на Днестр, и на следующий день рыбаки приезжают. Рыбу выгоняет так, что ловится только бычок, и часто бывает, что в подсак, допустим, что-то достают, а там рыба-игла или там лоська маленькая и так далее. То есть бывает, ее аж сюда догоняют. Ого. Понятно. Володя, пару слов. Расскажи, пожалуйста, о причале и какие у вас есть перспективы для того, чтобы его развивать в дальнейшем. Ну, сегодня, скажу так, наконец-то мы добились того, что причал официально находится у нас в аренде. Официально мы его охраняем, есть твердое покрытие. Теперь мы можем уже благоустраивать его, в принципе, в своих там каких-то... Как мы когда-то планировали, теперь мы это можем реализовывать. На данный момент у нас первая задача – это закончить сцену. Сцена будет самая масштабная у нас в городе для того, чтобы привлекать сюда коллективы и проводить разные фестивали. То есть эко-фесты, там, рыба-ские фесты и все, что с этим связано. То есть чтобы причал жил. На втором этапе мы будем делать все-таки сектора по причалу, потому что уже очень много рыбаков приезжают из Ильичовска, из Одессы. Ребята там ехать далеко и тоже, ну, ехать на Абум и приехать, чтобы здесь не было места тоже, ну, скажем так, не совсем удобно. Все просят, чтобы сделали какие-то места, поставили таблички и человек, допустим, мог там позвонить, сказать, там на завтра я еду на рыбалочку, ребята, можете занять мне место. Вот продумываем мы, чтобы сделать тоже вот эти сектора, чтобы людям было проще как-то забронировать себе место и быть уверенным, что он смог приедет на рыбалку, его место будет свободное и он сможет здесь половить игру. Смотрите, во-первых, Google карты, первый причал Рыбацкий край, сразу выбит в Google нашу локацию, там можно будет карту проезда увидеть, там же есть наш сайт и есть номер телефона. Ну, по идее, можно, в принципе, и снять домик, так же, да? Да, домик можно снять, домик у нас входит обязательно, это диск, это для жарки, мангал, шампура и котел, который можно снять. И цена? Цена домика будет у нас 500 гривен, выходные 700. Понятно. А для тех, кто скажет пароль «Все для клево»? Сразу скидочку минус 20. Серьезно? Конечно. Минус 20%? Да. Ребята, вы поняли? Звоните и говорите «Все для клево». Все будет клево. Да. Спасибо, вот это супер, неожиданно. Вот, если брать по рыбалке, у нас пока все так и остается, рыбалка человека 10 гривен и въезд на территорию машины 20. Вообще, вы вообще молодцы. Вот нет таких цен вообще нигде. Да. Все жулят. Я скажу так, когда с Одессой приезжают ребята у охраны «Почем рыбалка?» они говорят 10 гривен. Идет минута молчания, потом такой вопрос «Это в час или как?» Ну, не понимаешь, что так может быть. Да. Учитесь общественной организации и другие, которые там, старый порт and company, учитесь брать правильные деньги с рыбаков. Солнце, как тебе услуги такие? Да, вообще, сервис на высшем уровне. Все благодаря рыбацкому краю. Спасибо, спасибо большое. И все для наших участников абсолютно бесплатно. Друзья, смотрите. Поклевка. Хорошая поклевочка. У нас сидит какая-то рыбка. Но никого нет. Это как раз та ситуация, когда отец не может вытаскивать оснастку, а сын решил пойти погулять немножко. Отдохнуть, скажем так, от рыбалки. Ну, тоже имеет право. Почему бы и нет? Приходится папе идти искать сына, где он там загулялся. Такое бывает. Поклевочки хорошие. Ой-ой-ой. Смотрите, смотрите. Хорошо хоть не карпик там. Ну, такое что-то хорошенькое. Типа карасика может даже. Где рыба? Где она? Как вы лодку назовете, так она и поплывет. 1070. Сколько? 640, друзья мои. Это минус 500 сколько грамм? Минус 580. Ну, понятно. Есть. Это, знаете, как, для того, чтобы веса были более-менее серьезные, мы решили вместе с Садком ее взвешивать. И грузиком на полкило. Надо было еще грузик туда, да. Чтоб каждому был. Так, хорошо. Третья команда. Вот сейчас будет один из претендентов на призовое место. Поплывашники с одним показали, отличный результат. Так, Олег. Давайте. Команда О и Ко. Олег и компания. Да. Ну, я думал, так тяжело, это замок у меня есть. Давай, 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 давай. Тихо, 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 тихо. Вот тут 20 минут. Вот, я просто не могу. И карасики из пиловой, отлично. Там еще карасики. Два. Еще одна. А, вон еще поменьше. Рыба все-таки. Все. Вот сколько? 3,460. 3,460. Хороший. Хороший результат. 3,460. Да. Дима, ты главное, смотри, аккуратно. Чтоб ты не вышел вместе с садком. Нет, я не уйду. Я скажу, что у нас садка не подстала. Так, 3,460. Пока президент, там первое место. 3,460. Но это еще, это еще не последний, скажем так, вес. Подстраивайте, Александр. Так, поехали. Поехали, поехали. 15 команд как минимум. Давай, давай. Там много, надо. Так. Есть контакт. Давай, есть. Так, взвешиваем вместе с сумкой, поэтому веса у нас будут очень серьезные. Ну, за килограмм ушло? 1130. 1130. Супер. Супер. Да. Высыпаем. Распишитесь, пожалуйста. 1130. Да. Вы пока вообще вторые. Скажи папе, чтобы он чаще вывозил тебя на тренировку. Да, да, да. Команда Тарнадо. Так, да. Да. Она всегда так вытаскивает, и сразу уже второе место получает. Моментально. Но тут я чувствую, что будет перрррррр твое место. Нет. Нет? У тебя хором. Нет, нет. Помогайте, помогайте, товарищи судьи. Отрабатывайте свой хлеб. Судейский. Точно все. Вдруг там что-то еще есть. Вдруг кого-то не хватает. Дровью накормить. Тысяча шестьсот девяносто. Тысяча шестьсот девяносто. Барабанная дробь. Целых три пескаря. Хоп! Аккуратно. Сюда вот-вот-вот. Вот. Это какая команда у нас? Это команда... Комарики? Да. На воздушную шарики. Аккуратно. Ничего, вместе с травой будет она больше весить. С песком весить. Больше весить. Камней накидать. Есть контакт, да? Поехали. Это, друзья мои, результат того, что люди ждали карпа. Вот он. Видите? Шестьсот восемьдесят. Шестьсот восемьдесят грамм вместе с этой сумкой, да? Сто грамм. Отлично. Сто грамм. Ну, в принципе... Да, где-то так. Да. Еще немножко было бы и килограмм был бы. Еще в девятьсот грамм и был бы килограмм. А было самое лучшее место. Как? 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 Как это вообще? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тысячу триста восемьдесят. Тысячу триста восемьдесят. Это клев ОК. Да, клев ОК. Записала? Да, тысячу триста восемьдесят. Да, да. Так, теперь... Дальше у нас подсечка. Подсечка, да. Команда подсечка. Аккуратно. Аккуратно, аккуратно. Не спешите, не спешите. Аккуратненько, аккуратненько. Не спешите, не спешите. Все нормально. Так, так, так. И вот, друзья, вот скажите мне, вот каждый из вас мог бы сюда приехать, а ведь некоторые подумали, так ну что, я же вроде ничего не поймаю, потом будут на меня смотреть, как непонятно на кого. На самом деле вот, пожалуйста, тут уж небольшие веса. Небольшие веса. Это в моих интересах. Так, давай, что там у нас? Две девятьсот шестьдесят. Две девятьсот шестьдесят. Второе место пока. Второе место пока. Второе место пока. Да. Ну да. Отсечка размашена. Да, да. Команда Белая Лиса. Внимание. Барабанная дробь. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот он, вот он. Они дождали своего карпика. По крайней мере, Биг Фиш точно их, да? Да. Да. Карпика не было у нас ни одного. Хотя многие, многие залились именно на карпика. Хотели поймать и получилось так, что, ну. Кстати, буквально за пять минут до финиша, по-моему. Да, да, да. И на что? На горошину? На горошину. На горошину. Без опарыша, без ничего? Просто? Да, просто на горошину. Карпика у нас рыба привередливая. Только повернул ветер, успокоилась. Начну пивать. Тысячу двести десять. Тысячу двести десять? Запиши. Самая большая, самая красивая рыба. Да. Еще и зеркальная, да? Да, есть. Есть такая номинация. Я бы тоже карпа вловил. Ну, вы хотели поймать. Вы пока первое место имеете. Поехали дальше. Мелочь. Так, следующие. Следующая команда, куда кидать? Куда кидать? Вопрос риторический. Это победители прошлого? Да, победители прошлого турнира. Все для клево. Сейчас Дима покажет. Куда кидать? Who is who? And what is your name? Волной забило под камень. Волной забило под камень, но ничего. Ничего, бывает по-разному. Сейчас отцепится и все будет хорошо. Я в воду лазил уже сегодня. Да? Да. Садок спасал. Ем! Она завела под камень, да. Она запугалась. Как? Она вся ушла. Как это? Кто? Она ушла. Ищите дырку. Так у вас полно дырок. Смотрите на дырок. 602 грамм. Ну, получается 40 грамм. 575 грамм. Вот тут, я думаю. Третендент. 3 килограмма. Третендент. Так, давайте, давайте посмотрим. Посмотрим. Посмотрим, что жена наловила. Да. Что же ваша жена наловила? Рыбу. Сколько вы поймали? Как вы думаете? Примерно. 3 килограмма есть? 4? Надеюсь, что 4. 4, да? Там 7. 7? А если не 10. Первое место. Дима, встаньте вот туда вон. Барабаны оберут. Так, вот сейчас решается момент истинный. По крайней мере, для Олега. Он пока на первом месте и сейчас он ждет, ждет. Семья, с 1 кг. Ого, 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 ого. Дааааааааа. 5 790. 5 790. 6. 5 790. Бравоооооооо. Жене. Да, браво жене. Вот жена, вот она, вот она. Героиня. Женой, женой, вдвоем женой Момент истины для команды Кеды и Буцци Кто там, где там А, у нас тоже дырка А, у вас тоже дырка, я тебя понял Так, ну что, давайте, взвешиваем 770 Команда Баунки Ага Так, следующая команда Ооо, да тут красавцы Тут красавцы Да, серьезный результат Аккуратно, чтобы они в сторону, да, да Что-то больше 70 грамм Так, так, так Там крупный карасик есть Ооо, да, карасик Супер Так Дай посмотреть 1850 Не подожди Да, 1850, правильно 1850, супер Ну, хорошо Морские котики Да, морские коты победили практически Так, ладно Так, следующее Татьяна Хозяева Да, это команда Первый Причал Вау А ну подожди, покажи, покажи Иди сюда, ближе Иди сюда Это, конечно, Big Fish, но он уже вне, вне, вне времени К сожалению Ну красавчик же, а Видишь, видишь, что значит Паша, на что, Паша Карпик Паша Карпик, на что На червя, да Пять пятьсот тридцать Пять пятьсот тридцать Ну, не намного меньше Ну, классно Пять пятьсот тридцать Так, давай, высыпай Высыпай, высыпай Там есть карась один-один подлечь Один подлечь Есть Так, ну и крайняя команда Это у нас Торнадо-один Я не понял, у вас Ой, извините Мы везде Шарня под сало Зеро Единственная команда Которая получала только колоссальное удовольствие на свежем воздухе Счастья вам, здоровья, любви, удачи и денежных побольше Понял Друзья, ну вот такие результаты Вот такие результаты Сейчас мы Судьи Посовещаются И вынесут Окончательный вердикт Через сколько времени? Нам нужно полчаса Я попрошу каждого Друзья мои Я попрошу всех Сейчас Перед тем, как собирать все свои вещи Пожалуйста, возьмите пакеты Я сейчас вам дам И возит себя Побирайте весь мусор Пожалуйста Я отдаю пакеты Идемте со мной По окончании турнира Каждому по пакетику И наведение порядка на территории На которой мы занимали Полностью Наводим порядок Весь мусор, что есть Полностью все Побирайте Я соберем Спасибо Я попрошу Можно Весь мусор, который там лежит Даже если не ваш Я вам даю пакетик Пособирайте, пожалуйста Да, конечно Но у нас есть свой Хорошо Я даю Чтобы Не только Мы убрали за свой мусор Но и чужой Без проблем Саня Возьми, пожалуйста, пакетик Поубирайте весь мусор Держи побольше пакетик Сам Держи 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 Люди делают Стараются Они на приедут Ну да Друзья И вы убирайте мусор На места, где вы ловите Я думаю С вас не убудет Если вы нагнетесь Вы берете чью-то бумажку Даже если кинули ее Не вы Состоялся Состоялся Второй турнир Дай бог, чтобы был Третий, Четвертый, Пятый и Десятый Но для начала Сначала Объявление сделает Владимир Голова общественной организации Горобатский край Который нас пригласил сюда Потому что у него Приз для наших Участников Очень быстро тает Да? Говорите Очень быстро тает Надо угощаться Ребята Всем мороженое Берите Детки подходите Все быстро Деточки Идите за Детки берите Бегом, бегом, бегом Всегда рады Мы за любые фестивали Все, что популяризирует Рыболовный спорт Любительскую Спортивную рыбалку Всегда Приветствуем Приезжайте Спасибо вам Не уходите Какие условия у вас? Так, друзья мои Итак, мы оглашаем результаты Первый выбор Который хочется сделать Это то, что победили Именно те, кто Сделал ставку На поплавок На быструю ловлю Маленькой рыбы Те и получаются Все призовые места Все, кто хотел Поймать Большие Биг фиши Кто хотел Получить большой адреналин Получил По маленькой рыбке Максимум А то и вообще ничего Но кое-кто получил Да, кое-кто Кое-кто получил Что получил? Биг фиш Биг фиш у нас есть Да, сейчас мы будем вручать За биг фиш тоже Итак Первым очередем Хочется наградить команду Торнадо 1 Которые мужественно Были в нашем турнире Учалство К сожалению Не получилось Но Я уверен, что у вас получится Вот эти тонкие крючки Используйте И у вас все получится Хорошо Команда Баунти Денис и Татьяна Поздравляем Тоненький крючочек Все для клева Он как раз именно тот Которого нужно нацеплять Чтобы поймать Маленькую рыбку Но много Проверим Так Следующая команда Это команда Куда кидать? Анна и Дмитрий У вас вся рыба ушла Но в следующий раз Вы обязательно ее Зашьете свои садки И у вас все получится Спасибо Так Следующая Называется Рыба где? Рыба где? Где команда Рыба где? Так Валентина и Даня Держи Друзья Здесь у нас получается Кроме грамоты Еще наши крючки Все для клева И от компании Комотек Пятипроцентная скидка На их товары Для рыбалки Отдыха Туризма И для всего Что вне дверей Поэтому Рекомендую Следующая Команда Комарики Валерий и Светлана В следующий раз Тонкий крючок И компания Комотек Вам поможет Поймать много рыбы Кеды и бутцы Я хотел И быстро говорить На слово Но тем не менее Команда Команда Шарп Хук И Кирилл Где он? Где этот Маленький Рыбак Участливый Во второй раз Держи Держи Поздравляю Дай пять Вот так Здорово Молодец Так Дальше Команда Рыбацюки Сергей и Митя Подходите Митя Поздравляем вас Сергей Что вы так не подходите Хоть бы пожали На руку А что это такое Так Команда Белая леса Юрий и Ольга Подходите Поздравляем вас Всего самого хорошего Команда Клев Ок Денис и Наталья Вы практически Уже подошли К лидерам Подошли Поздравляем вас Еще немножко Было усилий И были бы В призовых местах Все будет Правильно Но не сразу Команда Которая Уже после Сигнала Поймала Самую большую рыбу Но к сожалению Она не зашла В зачет Извините Торнадо Павел И Татьяна В прошлый раз Были у нас Серебряные призеры В этот раз Чуть-чуть Дотянули До призовых мест Поздравляем вас Спасибо Поздравляем Держите Остый ключочек Возьмете Оденете Все Так Команда Морские котики Александр и Лидия У вас была Самая мужественная Рыбачка Да Кстати говоря Да Девчонка Никуда не уходила Ничего не просила Все там сидело Это будущий рыбак Кстати говоря Так Команда Подсечка Я так понимаю Команда Подсечка У нас Заняла Четвертое место Чуть-чуть Чуть Вам не хватило Ребята Мы вас Поздравляем Пусть надо держать Я видел Как вы обучали Своего сына Это Дорогого стоит Что Вот такие рыбаки Находят Время Вот такие рыбаки Находят время Для своих детей Для того Чтобы обучать Это Это Стоит Отдельных Аплодисментов Итак Друзья Подходим К призерам Для призеров У нас Есть От компании Комотек Сертификат На Якисный Одик Для активного Починка Вот такой Это Две с половиной Это Первое место Подождите Вот он Значит На полторы тысячи гривен Вот такой сертификат Дальше Наша Футболка Да Ага Давай Награждается команда Третье место О и Ко Олег и Лариса Подходите пожалуйста Лариса Поздравляем вас Поздравляем Держите Держите Так Это ваша Это ваша футболочка Носить ее Спасибо Я уже до вас Раскинула И сертификат Вот такой На полторы тысячи гривен Все Одевайтесь Спасибо Спасибо Да Стой Да Шарасируйтесь Так Второе Второе призовое место Команда Первый причал Татьяна и Евгения Хазиева Получается С причала Они обязаны были Просто выигрывать Поздравляем 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 Грамота От Комотека По полторы тысячи гривен Вот такой Красивый Подрунковый Сертификат И наши крючочки И Ну практически Главный приз Да За Комотека Все для клево Спасибо Приезжайте Осталась Грамота За первое место Но Я ее не хочу Вручать Я хочу Этот Скажем так Это действие Сделать Властнику Комотек Которые находятся Среди нас И пусть он Вручит Свой подарочный Сертификат Ну а я Вручу Грамоту Сергей Проходите Сюда Значит Команда Тарики Александр И Ольга Подходите Это потому что он в клепке И футболке Все для клево Поэтому у них первое место Поздравляем Если у нас есть футболка В следующий раз мы будем вторым Теперь пьете Пьете С вашей чашечки Офтопроизводство нашей компании Поэтому приходите Мы очень стараемся Чтобы Участвовать в таких мероприятиях Чтобы там где папы Сыновья Жены Без телефонов На свежем воздухе Делятся папой Своим опытом Ведь когда Ты держишь этот опыт В себе И никому его не передаешь Это просто Бесполезно Когда ты его передаешь А передаешь еще своему сыну Либо даже супруге Которая никогда не хочет тебя слышать А еще и такое рыбацкое То это круто Ну и цель нашей компании Изменить качество жизни людей Дать им открыть себя по-новому Превратив активный отдых На свежем воздухе В удовольствие С помощью того Что мы производим Классную Экологичную одежду Для людей По хорошей цене Поздравляю еще раз Вы классные Спасибо Друзья Осталось ли у нас включить Еще За Биг Фиш Команда Которая заняла У нас Восьмое место Но тем не менее С Биг Фишем Команда Белая Лиса Юрий и Ольга Подходите Примерно Карт вот такого Был размера И он был Лучший Поздравляю вас Так И еще Пару слов у нас есть Друзья мои Все-таки Мы Были Хорошей компании Вчера Мы классно Провели время Нажарили кучу шашлака Кстати Еще осталось Столько шашлака Если Кто-то не спешит Пожалуйста Оставайтесь Еще можно его разогреть И покушать Потому что все голодные Поэтому хотелось бы Поблагодарить Спонсора Еще одного спонсора Наше мероприятие Команда Компания Мясолюд Которая приготовила И замариновала Нам 15 кг шашлака Ну и крайне Хотелось бы Поблагодарить Общественную организацию Рыбацкий край За гостеприимство За то что они нас приняли Здесь И за такое хорошее отношение Владимир Вот такая благодарность вам И тот призовой фонд Который мы собирали По 200 гривен Здесь 3400 гривен Мы хотим На развитие На благотворительность Вашей организации Спасибо Спасибо А, и попробуйте Наши все-таки крючки Я думаю Мы вместе съездим Да, и на 5% Скидка от компании Команда Да, все Еще и денемся Друзья, хочу сказать Что второй Семейный Рыбацкий турнир Подошел к концу Осталось сделать Соместное фото Вот В пейзаже В этом красивом пейзаже Давай вот здесь Микструю Вот так, да? Все для Клево Ура! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok